всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рай и мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды так друзья мои у нас сегодня что у нас суббота или воскресенье так сегодня суббота суббота я вспомнил давай посмотрим где мы находимся на турнирной арене лига сегунов лига сегунов 1 звезда 37 ранг вы чё ребята издеваетесь надо мне я на это не подписывался нет я не по у меня вообще должна быть уже лига мастеров по идее 49 ранг и дети выкази в трещину я ребята буду сейчас дубасить их почем свет стоит вот поверьте я уже надоели они мне скидывают меня как хотят как в шоу котенка какого-то блин наш который нассал в ботинок а потом тебя носом туда же вот тыкают за что спрашиваю за спрашиваться я вчера так усилий столько приложил чтобы вырваться и они меня опять понизили засранцы гомункулы несчастные ладно будем сейчас пробиваться спасибо ребята за тем кто донатит вне эфира вне роликов как говорится за кадром если кто-то спрашивает или сомневается дошли ли ваши донаты ребят все донаты доходит абсолютно все так что по этому поводу вы можете не волноваться и спасибо естественно за поддержку я понимаю что я не в эфире не в эфире стрима но тем не менее все равно ребят приятно так ладно погнали так 15 20 ну давай 15 20 возьмем ну чё я наверно здесь возьму одну кунаичи пускай она им сейчас всыпет всем по первым числом у меня сейчас цель какая чтобы перейти в лигу мастеров одна звезда и следующий вопрос который был задан это рэй у тебя очень много игр и почему ты не развиваешь свой канал влоги шортсы тик токи и там подобное ребята объясняю мне у меня скажем так не так много времени как хотелось бы я даже иногда не могу стрим начать потому что но нету во первых не могу сидеть очень долго два часа для меня это ну прям ребят прямо рекорд если два часа не вставая просидеть за компьютером играя в какую-то игру стримы как минимум ну три четыре часа обычный стрим идет 5-6 часов да там а у меня два часа и такие коротенькие стримы и еще не люблю когда в играх где-то застреваешь у меня бывают такие моменты когда я где-то очень долго застреваю не могу пройти там перепрыгнуть что-то или что-то сделать и все заново закольцо меня вымораживает я начинаю в эфире могу по крайней мере начать уже ругаться очень сильная а так как у меня смотрят в основном дети подростки я не знаю наверно так будет правильно выразиться я все понимаю что многие скажут они еще и не такое слышали но тем не менее мне как самому как папе троих детей и как взрослому человеку культурному относительно неприятно ребят ругаться а меня это выводит себя провоцирует а сейчас еще к тому же ребята я подзаболел уже все знают я ходил на этот нет ребят на узи сходил с почками все нормально все-таки склоняется с поясницы но и с поджелудочной что-то не то ребят то ли камни то ли еще что не с поджелудочным желчным желчным желчный пузырь что-то там и мне нравится надо делать ехать мрт это опять же время это ну как говорится ребят время время не время а здоровье надо свои поправлять так вот насчет роликов там развивать свой канал влоги элементарно просто нет времени друзья бы и рад я даже не знаю вот было бы у меня камера бывает может быть когда же сказать тебе как она называется-то твое мое что с моей памятью что с моей башкой творится я все время забываем может уже деменция уже старческий маразм блин короче этот экшн-камера была бы у меня может быть может быть ребята что-нибудь я бы мог придумать там я не знаю там что а что сделать снимать на улице как у нас снегом запорошил и все город маленький ребят я его обхожу вдоль и поперек ну сколько не знаю по времени ну наверно за часа два два с половиной я могу его весь обойти то есть от одного конца города до другого может четыре часа четыре это по-моему максимум что еще снимать город маленький ничего тут такого особого не происходит как бы если бы какие-то влоги но это опять же должно быть какие-то интересные истории о чем машины нет гаража нет не поразбирать не пособирать в квартире снимать ничего на своей квартире еще ремонт не сделал живу до сих пор еще на съемки поэтому как бы влоги блоги это если в отпуск куда-то ехать и туда брать но это такой разовый формат ребят по поводу стримов я уже по-моему сказал да все собираюсь собираюсь никогда не как у меня ребята могут до них дайте руки не усидчивый так там уже нет у меня ты этого как его называется-то стула этого компьютерного я сижу на как он называется у нас кресло мягкое кресло ребят на этом мягком кресле жопа просто в мыли ё-моё он жарко сам по себе вот ведь почти тоже жарко окно боюсь открывать потому что а вдруг сквознячок а вдруг просквозит а меня обязательно ребят просквозит я какой-то знаешь как этот что в детстве болел часто очень часто ребят в детстве болел такой знаешь был хлипким мальчиком потом моя история резко поменялась потому что в 14 лет я вот как сейчас помню я не помню каким меня макаром затянуло я пришел в качалку или в качалку или фильм смотрел про качков что такое мне почему-то ребят захотелось очень сильно потягать железо 14 лет со своим как говорится не окрепшим скелетом и там подобное вот но благо тренер у нас был нормальный он меня не то что он меня он вообще нас щадил он давал легкие веса там основном на гирьку сажал чтобы гиркой тренировались гирки гантельки здесь на все это в разумных как говорится весах но мы же вы можете представить что такой маленький пацанчик да со своими амбициями зачем мне там твои там 10-15 килограмм я сейчас буду жопу рвать на 25 на 36 килограммах как же перед друг другом то не выпендриваться да то есть нас сидит там парней 56 как же нам друг перед другом то него не повыпендриваться кто больше там выжмет или потянет ну так вот наверно первый наши первые мои травмы и пошли там растянул здесь подвернул там хрустнула но в молодости как бы это не замечаешь ты думаешь а все это пройдет а ты знаешь когда вылазит все после наверное это начинает где-то к 35 а уже когда за 40 она начинает во всей красе своей выползать наружу все вот эти болячки все твои блин зажимы ущемления переломы если они когда-то у тебя были все это начинает ребята сказываться уже после 40 лет уже начинает побаливать поскрипывать похрустывать вот просто ты этого не замечаешь ты чувствуешь по своему состоянию здоровье что что-то как-то вот такой уже знаешь более энергичный такой более такой как сказать вялый становишься вот ты же не пойдешь обследоваться например полностью до себя там вдоль и поперек начиная там сосудов и заканчивая там внутренними органами все ли там с них конечно не пойдешь а не пойдешь почему потому что ты нету повода тебя ничего не болит а когда уже все это заболело уже иногда ну не то что поздно как бы уже там букет так скажем полный букет всяких болячек которые нужно одно за другим как говорится исправлять лечить а это ребята очень накладно это даже это даже касается элементарно зубов ребят если вы там грубо говоря сладкоежки да и не любите чистить зубы и там думаете а у меня и так все нормально все пройдет нифига ребят не пройдет рано или поздно кариес этот чертов он начнет вам все уничтожать вначале один зуб второй зуб и некоторые люди идут из соображений каких ну я боюсь да например или я еще потерплю то вроде еще нормально еще целенький да чё там черненькая пятнышка да ну нафиг из-за этого идти а потом это все сказывается и ребята вот эта черненькая точка потом пол зуба тебе разъедает а у нас сейчас такие цены в нынешнем то в мире чтобы что-то себе починить вылечить это стоит довольно хороших денег да конечно есть у кого-то очень много денег он может себе не лечить он может себе просто поменять челюсть вставить там зубы но опять же ребята кто даст гарантию что когда-нибудь он идет на улице и ему кто-нибудь не даст в зубала какой-нибудь полупрофессиональный боксер он просто так наехал на него представляешь он ее с основными зубами а ему их выбивают какое-то нарушение идет ой лучше вам это не знать ребят там жесть что начинается я не знаю к чему это сейчас вам говорю вот наверно говорю к тому что будьте наверное всегда ответственнее к своему здоровью к самому себе вот не надо вот это наплевательски если где-то что-то ребята заболела не надо делать героизм не надо там рвать или надеяться что это все пройдет без каких-либо последствий вряд ли рано или поздно это все равно тебя настигнет и хорошо что это настигнет тебя таким легким дуновением ветерка а ведь может настигнуть и штормом что-то можешь слечь у меня вот другу ты не поверишь мы работали раньше на заводе у меня дружок был ну что произошло его позвали я уже ушел в то время да я уже ушел ну как мы дружеские отношения поддерживать то есть общались общались ну в общем там переезжал какой-то дружок у него и его попросили ну перед перенести шмотки ну вроде кажется ну что такое перенести шмотки ну он согласился вот там помог перенести шмотки после этого дела они посидели отметили и на утро он не смог встать он на утро просто не мог стать в кровати вот хорошо что он жил с мамой там очень вы как-то раскачали он встать то встал с кровати но него половина тела не работала он не мог поднять руку он хотел попить чай он не мог он видит стакан стоит перед ним но он не знает как его взять ты можешь представить ситуацию что вот стакан перед тобой стоит а ты правой рукой не можешь даже вот координацию движения нарушить и ты вот ты понимаешь что вот он стакан но ты его не можешь взять потому что ты не знаешь даже как это сделать в каком направлении твоя рука должна идти чтобы его взять я не знаю ребята что с ним произошло он даже сами знает насколько я могу понимать по вот этой вот всей схеме то что парализовала руку что вот это вот пол тела это как бы ну микроинсульт как я могу понимать вот а он молодой ему всего лишь было 34 года ребят 34 ну что такое 34 года это жизнь жизнь только начинается а вот нифига ребята и никто бы этого и подумать не мог ну что же вот он теперь на инвалидности сколько ему сейчас уже к полтиннику и так все это дело не прошло ну немножко конечно все это разработалось и у него все равно вот такая вот привычка осталось что у рука правая у него всегда прижата груди он ее не может вот так вот вниз опустить чтобы она у него ну как у обычного человека просто ушел и рука это болтался нет он ее она у него автоматически как в сжатом состоянии прижата груди вот такие вот друзья мои бывают дела и таких ситуаций истории очень много я еще когда наскоро работал в свое время это вообще было в детстве по моему во сколько я там 16 лет вот всякого нас смотрелся если честно за то время но как тебе сеть ну нисколько не жалею ребята во первых много что узнал что до этого не знал потому что вот кажется вроде город маленький тихий а когда ты работаешь на скорой ты же выезжаешь на эти все вызова ты же все это видишь ты видишь всю эту черную сторону города понимаешь и очень много и криминала и всего-всего-всего и всяких и бомжей и всяких и больных тифозных блины там и убийство и самоубийство и всего хватило я не не могу сказать что по первоку мне это было привычное даже иногда подташнивал да и стыки-то идиотские снились но со временем ребята только я уже понял что человек тварь такая что он привыкает ко всему абсолютно ко всему что для него кажется изначально чуждо да и неправильно и кажется омерзительно он ко всему привыкает для него это становится обыденным просто не он просто вначале отвращение потом как-то назвать наверно привыкание ну я не могу сказать что это когда-то тебе будет нравиться но относиться ты к этому будешь равнодушно даже когда ты увидишь первый труп предположим да ну тут правда еще есть факторы в каком виде ты увидишь если ты увидишь его свежим то поверь мне ничего особенного с тобой не случится но если ты увидишь утопленничка который с месяцок или другой пробыл по под водой и его обнаружили вот тут уже ребят другая история тут конечно начинальная начиная от моральной такой устойчивости и психологической да то есть видеть все это воспринимать плюс еще не забывай что это все пахнет очень жестко и вообще не знаю зачем я эту тему понял давай мы ее пустим мы начали чем мы начали с качалки начали начали с качалки про травмы про все так вот и периодически мы начали с ребятами таком еще один шердер и периодически начали мы с ребятами ну заниматься занимали занимать и вот такая фигня что три года позанимался потом два года забросил потом начинаешь курить Бухать Потом остепенился вроде бы Надо опять завязать И вот такая вот жизнь, ребята Практически на протяжении всей жизни Вот так вот все и происходило Какими-то волнами То на тебя вдруг снизойдет какая-то благодать Ты начинаешь вот так себя вести Потом на тебя опять какая-то апатия идет Ты начинаешь сдуваться Ну и в итоге ни два, ни полтора Потом только вот я тебе говорю Что потом только начинаешь Думать, блин, осознавать Зачем ты все это делал Для кого ты все это делал Что тебе надо было в жизни Женился вроде бы все хорошо, да Когда разошелся, думаешь, блин А нахрена я вообще женился Потом думаешь, ну у меня же трое детей А потом думаешь, блин, ну а если бы не это У тебя могли бы быть тоже дети Ну где-то, например, в другом месте Потому что перед Вообще, как у меня получилось Я должен был уезжать, ребята, в Питер Вот Со своими друзьями А не поехал лишь из-за того, что я узнал, что в тот момент у меня жена беременная была Все, я отказался от Питера Я оставил, остался здесь Вот Это проходит у нас сколько? Спустя 15-20 лет У меня друзья там уже давно-давно Живут уже, обустроились Уже купили квартиру Уже свой бизнес Все у них хорошо А я в итоге, блин Без жены Ну, то, что дети есть Без жены Без какого-то там, я не знаю, блага Плюс у меня еще была куча проблем Потому что, когда я разводился Я оставил все ей Ну, все жене оставил Я имею в виду Все, что было в квартире Все, что в квартире Я ничего оттуда не забирал Мне пришлось все это, ребята, заново А заново, это значит, когда Это брать кредиты Помимо того, что у тебя кредиты Я брал Так как у меня было трое детей У меня еще высчитывали зарплату Ребята, 50% Но про это я Ничего, ни скуличка не жалю Это дети мои Как бы деньги шли И я, правда, до сих пор сомневаюсь Что все деньги получили именно дети Меня оградили От общения с моими детьми Я не знаю, что там наговорили Дети сейчас у меня По крайней мере, дочки у меня сейчас учатся В другом городе Вот, здесь только сын Сын у меня рыбак-охотник Вот Ой, охотник Что я его уже несу-то Он рыбак Заядлый причем Ну, последнее, что я ему дарил Это вот на его день рождения Это ледобур попросил Опять же, это меня Жена позволила с ним увидеться Сколько я виделся? Три-четыре года И только сейчас позволила И то я его увидел мельком в темноте Так как он спал на ночь В общем, все это как-то быстро-быстро И все И опять она из моей жизни улетела Опять у нее там какие-то дела И не дозвониться Ничего не сделать Я даже не могу, ребята Подарки Пригласительные подарки Даю там на детей Я даже не могу их передать Я сегодня позвонил Написал сообщение, что забери Да, когда-нибудь мы с этим разберемся Когда мы с этим разберемся Уже месяц кончается Скоро Новый год Е-мое Ребенку-то подарок Можно, блин, как-то Не знаю Меня вот прям вот Выбешивает это все И ругаться с ней неохота Понимаешь Можно все это через Там, я не знаю Через эти комиссии Или как они там называются Через суды Чтобы видеться Я не хочу с ней ругаться На этом поводе Я просто хочу, чтобы она Осознала, что Можно мне с сыном видеться Ну, гулять Брать его с собой А ему это не нужно, блин А что ему нужно? Левый дядя, с которым ты там бегаешь Или что? Я не знаю В чем суть твоя? Как ты меня отгородишь? Чтобы Чтобы он меня забыл У меня вообще не должно было быть тогда Не знаю, ребята Так, ладно Что-то я уже не о том начал говорить Не туда я полез Так, поднять уровень персонажа Да, нам нужно что? Не уровень персонажа Давай мы Где у нас Лапекс? Мы сейчас будем с тобой Прокачивать Нашу лисичку-сестричку Во-первых, уровень ей поднимем Это раз Во-вторых, у нас вот это вот, ребята Нам нужно с тобой Шесть бинохлей найти Ага Так, один нашли Так, второй Второй, третий Четвертый Шесть, да, я сказал Там, по-моему, шесть надо было Четвертый Пятый И последний Последний Давай, последний Мне бинокль Есть Есть контакт Друзья мои Так, бинокль мы нашли Теперь десять Десять чашек Ну, кружек Так, сколько у нас там остается Ну, пицца еще есть Немножко Ну, кружки я не успею найти Друзья мои Сегодня, знаете, что я сделал? Сегодня Скумбрию в духовочке приготовил Блин, ребята Какая же она вкусная У меня раньше Мама так делала Ну А я все Блин Ну, мне не Не то, что мне не нравилась Скумбрия Мне не нравилась, как она пахнет Она в духовке Ела, вся комната Вся кухня Начинает прованиваться Именно вот скумбрия У нее специфический запах Что-то сегодня Я зашел в магазин Вижу эту скумбрию Говорю А есть, говорю У вас не соленая Не слабо соленая Есть, говорит Вот Купил Выпотрошил ее В духовочку С маслицем С лимончиком Ребятушки С лимонным соком Потом достал Сверху зелень И посыпал Ой Ну, прям душа в рай пошла Блин, такая вкуснотища Такая нежная получилась Блин Там Треска отдыхает Е-мое В общем, круто Круто было Мне понравилось Завтра пойду Еще, наверное, возьму Ребешек 5-6 Чтобы на будущее Ну, вкусно Серьезно говорю, ребята Очень вкусно С лимончиком У нее еще, ты знаешь Скумбрия свой Такой специфический вкус Я еще хочу попробовать селедку Говорят, селедка Тоже, ребята, такая Довольно неплохая Не знаю Не пробовал Но надо будет Заварганить Так Что у нас там Че я сюда зашел Мы с тобой А мы с тобой здесь же А Тьфу ты У нас же фарм Давай Блин А мы, кстати, Твой Много-то не пофармим здесь У меня кончаются Ребятушки эти Скажи Скажи Они уже кончились Надо покупать Че, блин 250 Прям Серьезно, блин Фига себе Ребята Ценник тут ломит Ммм Да Все бабки заработаны Которые Были у меня Я просто Тих Спустил Вообще Великолепно Вот Получил Наконец-то Эксперт Снаряжение Ребят Давай тогда Попробуем Еще эпизод Второй Здесь пробежать Чтобы это А знаешь Мне вот С чем я сегодня Эту рыбу ел Ребят Ни с картошкой Ни с макаронами С квашеной капустой Не поверишь Почему-то Я не знаю Мне почему захотелось Именно с квашеной капустой Может На солененькое Подтянуло Вот Что-то так вкусно Ну я тебе говорю Скума Она прям такая нежная Косочек Конечно Так Довольно Приличное количество Но Все равно вкусно Хочу еще Потом взять Ну скум Эту Селедку Говорил уже И хочу еще форель Ребята Или форель Или Как она называется Не горбуша А Семгу Вот Но Эту рыбу Я скорее всего Буду делать Ребята На гриле Ну знаешь Гриль Который Открывается Ложишь туда Закрываешь И она там Готовится В ней Буду делать А это Вот в духовке Запек Очень даже Неплохо Очень даже Недурно Я бы ты сказал Вот Так Ну что Спертоснаряжение Ребята У нас больше сыра К сожалению Нет Он закончился Все Еще раз говорю Ребят Фармите Вот этого Супер Шердера Он вам пригодится Ну что Друзья мои А на сегодня Пожалуй И все Немножко Поразговаривали Ну вот Согласись На стриме Это было бы Намного лучше Вот ты сидишь Общаешься По крайней мере Ты понимаешь Что ты общаешься По вопросу Можно сразу Определить С кем Ты общаешься Взрослый человек Или не взрослый Вот Так что Может быть В ближайшее время Когда-нибудь Мы до этого И доберемся Так что Ребятушки На сегодня Будем закругляться Всем удачи И до новых Скорых видосиков Субтитры сделал DimaTorzok